Здравствуйте, это Рынки, с вами Константин Бочкарёв. Поговорим о главных темах сегодняшнего дня этой недели. Конечно, подведем итоги Петербургского международного экономического форума, как они уже отразились, еще отразятся на рублей и на российском рынке акций. Что касается ситуации на мировых биржах, я напомню, что сегодня такой несколько спокойный день все-таки ожидается, по той простой причине, что в США сегодня выходной день, биржи не работают, отмену рабства фактически отмечают за океаном. И это, естественно, где-то сказывается и на азиатских биржах, можно сказать, на европейских площадках. В Азии у нас сейчас наблюдается смешанная динамика, примерно 3,25% теряет фондовые индексы Японии, 2% потери южнокорейской Коспи, Куала-Лумпур минус процент местный рынок акций. В Китае сегодня оставили без изменений однолетнюю и пятилетнюю процентные ставки для первоклассных заемщиков. Центральный банк региона ничего не стал менять. Также в Гонконге мы видели то, что акции компании Alibaba в моменте теряли где-то порядка 2%, несмотря на опьячную публикацию Рейтера о том, что Центральный банк Китай вроде бы принял заявку, Ant Group, это аффилированная с Alibaba финансовая компания, для формирования финансового холдинга. Это оживило надежды на возможное IPO Ant Group. И, помимо этого, мы с вами видим то, что американский рынок акций на прошлой неделе испытал рекордное падение с 2020 года. Там порядка 5-6% фондового индекса потеряли. В пятницу, правда, вы видите, на американских биржах был отскок, правда, символический. Сейчас фьючерсы на американские фондовые индексы в плюсе 0,3% S&P 500 и Dow Jones прибавляют. И фьючерсы на NASDAQ плюс 0,6%. Забегая вперед, скажу, что в среду-четверг будет выступление Джерома Пауэлла с полугодовым докладом по кредитно-денежной политике. По ситуации в экономике. Но и вот спекуляции относительно того, как в дальнейшем ставка в США будет повышаться, будет рецессия или нет, все это, конечно, влияет на мировые биржи. Цены на нефть сейчас бренд полпроцента прибавляет, WTI плюс 4%. Мы с вами давайте поговорим уже об итогах Петербургского международного экономического форума. Напомню, что прошлая неделя для нас сложилась довольно-таки неплохо. Вот мировые рынки акций снижались. Индекс РТС прибавил почти 4%, Мосбиржи 3%. Пара доллар-рубль снизилась на прошлой неделе на 0,7% до отметки 56,40. И евро-рубль на прошлой неделе 2% пара потеряла, 58,86. Итак, обсуждаем российский рубль, доходность ОФЗ, макроэкономику в контексте, опять же, итогов ПМФ. Вместе с директором по инвестициям Локинвест Дмитрий Полевой участвует в программе рынки. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро, Константин. Итак, для вас, даже в контексте подготовки в начале недели обзоров, аналитических заметок для клиентов, что было самое важное в рамках прошедшего Петербургского международно-экономического форума? На что вы, прежде всего, обратили внимание в контексте рубля, доходности ОФЗ, макроэкономической ситуации, прогнозов на будущее? Вы знаете, безусловно, что касается повестки, такой важной для инвестора, то, прежде всего, это разговоры относительно курса рубля, и здесь те комментарии, которые мы слышали, по-прежнему указывают на то, что денежным властям и правительству в целом не очень комфортны текущие обмены курса. И второе, это все комментарии, связанные с монетарной политикой, с бюджетной политикой, обсуждение нового бюджетного правила в контексте и влияния на будущую конструкцию бюджета, и возможного влияния, опять же, на курс рубля, потому что, напомним, что прежнее бюджетное правило, с одной стороны, ограничивало расходы бюджета, с другой стороны, предполагало некоторые покупки валюты на открытом рынке, на объем дополнительных нефтегазовых доходов. Это существенно снижало волатильность курса рубля, снижало волатильность инфляции, ну и в то же время курс рубля поддерживался на чуть более низком уровне, чем он мог бы быть при тех внешних условиях, которые мы наблюдали последние несколько лет. Дмитрий, а если резюмировать, в конечном счете, вот Антон Силанов говорил про новое бюджетное правило, и все понимают, что оно нам поможет сберегать. Но есть ли у нас какие-либо четкие ориентиры, приведет ли оно к ослаблению российской валюты? Какие у нас временные ориентиры, когда это может случиться именно в контексте бюджетного правила? Вы знаете, ну ничего больше, помимо того, что сказал министр финансов, мы пока не знаем. Это возможное начало бюджетного правила в 2025 год, переходный период в 2023-2024, когда бюджетная политика будет более мягкой. То есть, в принципе, с точки зрения экономики это хорошо. Что касается курса рубля, то пока никаких явных очертаний того, как новое бюджетное правило может влиять на курс рубля, мы пока не слышали. И здесь действительно у Минфина ограничены возможности, потому что, как сказал министр финансов, возможно, часть или все новые сбережения в рамках нового бюджетного правила могут инвестироваться в юань, но, возможно, мы также слышали, что они будут сохраняться в рублях, поэтому здесь вот такой стабилизационный курсовой механизм пока не просматривается на текущий момент. Поэтому в ближайшее время ждать, что бюджет как-то изменения бюджетного правила или обсуждение его как-то повлияет на курс рубля, наверное, преждевременно. Хорошо. Дмитрий, смотрите, форум закончился, но, тем не менее, материалы, связанные с ПМФ, продолжают поступать. Вот в начале этого часа как раз Интерфакс опубликовал интервью с первым вице-премьером Российской Федерации Андреем Белоусом. Он делает ряд заявлений о том, что дискуссия на тему таргетирования курса рубля ведется как на экспертном уровне, так и во властных структурах. Власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням 70-80. Он же отмечает, что механизм, как раз обеспечивающий стабильность рубля в условиях плавающих курсов сейчас практически не работает. Таргетирование курса рубля. Что здесь новое могут предпринять власти? И вот эти заявления, которые делал Андрей Белоусов, это больше вербальные словесные интервенции или, соответственно, жду действительно изменения валютной политики в ближайшее время? Вы знаете, безусловно, это и попытка таких вербальных интервенций, но, как мы видим, с мая, в принципе, они не имеют какого-то существенного влияния на курс. Что касается идеи таргетирования курса рубля, то, ну, с моей точки зрения, мое личное мнение, что, конечно, таргетировать курс не нужно, потому что это будет все-таки противоречить тому, что заявляет ЦБ относительно, опять же, приверженности политики инфляционного таргетирования, как один из вариантов. Но, тем не менее, понятно, что власть сейчас вынуждена, денежные власти должны, ну, заинтересованы в поддержании такого действительно оптимального курса рубля, который, с одной стороны, стимулировал бы процесс импортозамещения, то есть нам нужна действительно новое оборудование, новые технологии, которые действительно мы можем пытаться завозить в страну через импорт, через параллельный импорт, и уже на этом оборудовании производить весь тот перечень, широкий перечень продукции, который теперь нам нужен. С другой стороны, действительно, эти отрасли, которые конкурировали с импортными товарами и имеют возможность сейчас производить больше для локального рынка, действительно, при текущем курсе им конкурировать с импортной готовой продукцией сложнее. Поэтому здесь нужен некоторый баланс. Ну и нужно понимать, что все-таки более крепкий рубль, более низкая инфляция, более низкие ставки – это хорошо, в принципе, для экономики, для потребителей. Но важный момент, наверное, о чем власть действительно говорит, это экономике не нужна чрезмерно высокая волатильность курса. То есть ситуация, при которой, например, рубль укрепится до 50, а потом резко ослаблит до 70, потом снова укрепится до 60, для всех будет негативно. И поэтому в этом смысле действительно, наверное, в текущих условиях нужны какие-то инструменты, либо меры, которые позволяли бы снижать чрезмерную волатильность курса. Хорошо, Дмитрий, но вот в конечном счете сегодня рубль на фоне вот этих заявлений Андрея Белоусова, словесных интервенций в чем-то, мы увидим сегодня ослабление рубля. И вообще, если брать вербальные интервенции, когда вот как раз в конце мая была их череда, и мы с вами видели рост пары доллар-рубль с отметки 56 до отметки 67, вот сейчас такая ситуация может ли повториться? Что победит в итоге? Заявление чиновников или налоговый период и продажа валюты экспортерами? То есть что мы сейчас получим? К 60 мы пойдем или ниже 55 под налоги опустимся? Вы знаете, наше мнение, что все-таки вербальные интервенции существенного влияния на курс не окажут. А впереди у нас действительно налоговый период, впереди у нас выплаты дивидендов теми компаниями, которые решили их выплачивать. Но среди них, мы знаем, есть Газпром, там ряд других компаний, и эти выплаты достаточно существенные. Поэтому с нашей точки зрения все-таки вот благодаря этим факторам рубль способен укрепиться в диапазон 50-55 относительно доллара, когда евро приблизится к уровням 55-56, и, собственно, дальше уже дальнейшая динамика будет определяться именно состоянием платежного баланса. Здесь, судя по тем же комментариям господина Белоусов, импорт немножко восстанавливается. Но, опять же, вот те оценки, которые он озвучивал, соответствуют все-таки тому, что вот мы смотрим на основе наших основных торговых партнеров, и пока падение импорта где-то в апреле-майе могло измеряться еще цифрами около 40% в номинальном выражении в июне. Вот по его оценкам здесь масштабы снижения могли чуть-чуть сократиться, но, тем не менее, нужно помнить, что и экспорт в целом растет в номинале процентов на 40, опять же, по нашим оценкам. Поэтому пока драматического ослабления рубля вот такие параметры не несут. Хорошо. Тема девалютизации. Давайте ее обсудим. Потому что невольно в предыдущей неделе отдельные банки вводили отрицательные ставки по счетам, на которых хранится валюта, и вместе с этим на ПМФ, первый зампред ЦБРФ, господин Чистюхин говорил о том, что ЦБ считает риски введения санкций против НКЦ. Они существуют. Чтобы их снизить, рекомендуют уменьшить валютную позицию участников НКЦ. Как, соответственно, к этому относиться, и в какой степени девалютизация? Она уже произошла, или она еще идет? И как она на рубль может повлиять? Вы знаете, мне кажется, она еще идет и будет продолжаться. В принципе, здесь работают в том числе и рыночные причины. Что касается рисков на НКЦ, то здесь, мне кажется, все-таки корень проблемы в том, что, опять же, санкционные угрозы делают токсичным хранение средств в валюте. И здесь, условно говоря, вывод средств из НКЦ в другие банки просто переспределяет эти риски внутри финансовой системы. Поэтому в этом смысле, мне кажется, банки будут по-прежнему стараться выдавливать валютные пассивы со своих балансов. Частично, что касается финансовых инвесторов, здесь будет продолжаться поиск любых активов долларовых, ну или валютных, которые могут давать какую-то доходность, прежде всего, российских евробандов. Но предложение здесь ограничено, поэтому, мне кажется, часть этой валюты все равно будет конвертироваться в рубль и уже вот эти рублевые средства размещаться в те активы, которые предоступны на российском рынке. То есть, будь то российские облигации, государственные, корпоративные, либо российские акции. Но в акциях, с нашей точки зрения, по-прежнему есть еще риски, связанные с санкциями и с конвертацией РДР. Хорошо. Про акции мы еще с вами поговорим в ближайшие дни. В выпуске. Да, давайте доллар-рубль резюмировать уже начнем. В общем, этим летом какой диапазон ожидаем? И что будет к концу года с курсом? Ну, в ближайшие недели наш прогноз, как я уже сказал, возможность увидеть 50-55 по доллар-рублю. Что касается концу года, то действительно здесь, ну, курс будет, возможно, находиться все-таки в диапазоне 60-70. Я пока сомневаюсь, что мы все-таки будем вот видеть тот диапазон 70-80, но посмотрим, все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в глобальной экономике с сырьевыми ценами, как быстро экономика будет восстанавливаться после просадки. Все это, безусловно, критические факторы для прогнозов, для любых прогнозов по курсу рубля. Дмитрий, вот если коротко, что еще было важно для вас, на что обратили внимание? Может быть, заявление Германа Грефа, главы Сбербанка, что ключевая ставка может быть 7% на конец года, что Минфин может при определенных условиях вернуться на рынок, возобновить размещение ОФЗ. Может быть, заявление, опять же, Андрея Белоусова о том, что спад в экономике может оказаться существенно меньше текущих прогнозов, составит 3-5% в этом году. На что еще обратили внимание? Ну, вы знаете, вы повторили действительно все важное. То есть потенциал по снижению ставки значительен. Это важный фактор, почему мы позитивно смотрим, опять же, на рынок ОФЗ, на рынок бандов, несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем некоторую консолидацию. Что касается влияния всех этих комментариев и факторов на рубль, то здесь, опять же, влияние будет ограничено и растянуто во времени. И по-прежнему наше мнение, что меньший спад экономики в этом году – это еще не полная победа, потому что действительно спад очень своеобразный, и он может удлиниться, перетечь в следующий год. Поэтому здесь действительно будет важно смотреть, что происходит в экономике. Как мы уже обсуждали, действительно, состояние экономики будет в значительной степени определять и скорость, и траекторию восстановления курса валюты относительно рубля. То есть по мере улучшения ситуации в экономике будет расти спрос на импорт, и это будет соответствующим образом ослаблять рубль с текущего форума. Спасибо за экспертизу. Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локуинвест», участвовал в программе «Рынки». А мы с вами уже постепенно переходим к российскому рынку акций и поговорим, каковы для него итоги прошедшего Петербургского международно-экономического форума. Сделаем это вместе с Валерием Безугловым, старшим персональным брокером «Альфа-инвестиции». Валерий, доброе утро. Итак, для вас каковы главные итоги ПМФ именно в контексте российского рынка акций? Добрый день, Константин. В тексте того, что обсуждали главы государства и представители компаний, я прежде всего, наверное, хотел бы отметить, что нефтегазовый сектор чувствует себя достаточно неплохо. Мы услышали ряд заявлений крупного бизнеса относительно того, что получается перезагистику на Восток. Если, например, с точки зрения «Газпромнефти», порядка 75% поставок шло в Европу, то сейчас 50% идет в Азию. Мы видим косвенные подтверждения заявлений об этом, которые заключаются в том, что между «Юрос» и «Брент» сокращается. И, безусловно, это позитивно, соответственно, для нашего нефтегазового сектора. Плюс, как мы сегодня отмечали ранее, безусловно, потенциальное, может быть, слабление рубля на среднесрочной перспективе также позитивно для экспортеров. Вот, наверное, один из ключевых выводов. Валерий, хорошо, мы выделили, что нефтегазовый сектор вам интересен в контексте прошедшего Петербургского экономического форума. Но если все-таки выделить фаворита, потому что у нас есть «Газпром», и цены на газ, по-моему, уровень даже 1500 долларов превышали за 1000 кубометров на прошлой неделе. У нас есть «Новотек», где Леонид Михелесон говорил о том, что компания продолжит выплату промежуточных дивидендов в 2022 году. Дивидендная политика без изменения. Проект «Артик-СПГ-2» фактически не меняется. Там небольшой сдвиг только идет. Если вот переориентация российских нефтяных потоков, то, что пик трудностей для наших нефтяников позади, о чем говорил Александр Новак, может быть, «Лукойл» или «Газпромнефть»? На кого ставить инвесторам? Отличный вопрос. Что касается «Газпрома», я думаю, что до того, как на Совете Директоров примут решение, не на Совете, а на ГОСа, примут решение о выплате дивидендов, соответственно, сейчас мы в моменте видим вот эту проблему с доставкой турбин из Канады, которая может оказывать такое краткосрочное влияние на котировки. Однако, тем не менее, я, в общем-то, думаю, что проблема с выплатой дивидендов финального решения, оно будет подтверждено, и дивиденды будут выплачены, что приведет к ажиотажу уже ближе к 30 июня. Соответственно, «Новотек» сейчас выглядит крайне привлекательно. Действительно, компания делала ряд очень важных заявлений про дивиденды и про то, что проект «Арктик СПГ-2» будет, в общем-то, достроен. Однако, возможно, некоторая отсрочка по срокам. Это все, что уже было понятно, и на чем котировки снижались. Действительно, сейчас компания торгуется крайне интересно. Мы получили темпы роста добычи газа несколько скорректированных, что позволяет уже, в общем-то, перестроить наши модели. И действительно, от текущих уровней виден неплохой апсайд. «Лукойл» также интересен в текущих реалиях. Вы помните, что компания отложила перенос дивидендов. Скорее всего, это было связано с акционерной структурой. Однако, она не отказывалась об этом. С учетом того, что она имеет практически нулевой чистый долг, вернется к этому вопросу в конце года, что также окажет позитивное влияние на котировки. Хорошо. Валерий, будем считать, что с нефтегазовым сектором мы разобрались. А как быть с банками? Потому что на прошлой неделе то ли ребалансировки, может быть, покупки под Петербургский форум. Мы с вами видели, что Сбербанк, по-моему, четыре подряд торговых дня дорожал. И по банковскому сектору тоже были интересные заявления. Эльвира Набиульна, глава Банка России, не исключает и оптимистичный сценарий, когда банковскому сектору может и не понадобиться системная декапитализация. Герман Греф говорил о том, что Сбербанк в середине 2022 года решит все свои проблемы, в том числе созданием резервов. Александр Ведяхин, опять же, из Бера, говорил о том, что пройдет этот следующий год без декапитализации. Андрей Костин, глава ВТБ, надеется на неплохую прибыль в 2023 году, плюс там, похоже, еще подвижки с покупкой открытия. Банковский сектор не стал ли по факту форума более интересным для инвесторов? Ну, вы знаете, очевидно, что, конечно, Сбербанк остается бенефициаром сектора. И та гигантская прибыль, которая была заработана в прошлом году, она позволит сформировать большие резервы на расходы в текущем году и, в общем-то, пережить этот кризис относительно безболезненно. Одна из, наверное, ключевых проблем, которая заключается в банковском секторе, это для инвесторов. Это прежде всего то, что реализация, так скажем, роста котировок здесь будет гораздо более долгосрочной, чем в других секторах, поскольку вот все то, о чем мы говорим, это позитив уже, в общем-то, в следующем году. Да, действительно, какие-то локальные покупки инвесторы будут делать, скажем так, заранее, но мы можем обратить внимание, что все-таки сейчас рынок больше живет сегодняшним днем. Валерий, тогда что должно произойти, чтобы изменилось отношение восприятия банковского сектора акций ВТБ и Сбербанка? Они должны начать возобновить публикацию отчетности, прояснится ситуация осенью с докатализацией окончательно. То есть нужен какой-то драйвер, если так коротко совсем? Да, нужно, чтобы было открыто больше карт и, соответственно, больше понимания относительно того, что происходит с финансовым показателем. Хорошо. У нас буквально минута остается. В пятницу мы видели покупку в бумагах российских девелоперов. Эталон более 3% прибавил, столько же пик, ЛСР рост был, самолет. Как раз президент Российской Федерации заявил о том, что считает возможным снизить по основной программе ипотеки ставку, ипотека с господдержкой, ставку с 9 до 7%. ВТБ и Сбербанк это уже поддержали. Ралли в российских девелоперах. Получит ли оно продолжение? Будет ли такой же сильный рост в акциях странительных компаний, как, допустим, в 2020 году, когда льготную ипотеку запускали? Вы знаете, я думаю, что такого феерического роста, как в 2020 году, не будет, поскольку сейчас мы имеем проблемы со спросом. Мы также видим проблемы с тем, что на 15-20% по итогам года будет выдача ипотеки снижена. И, конечно, вот этот фактор, несмотря на снижение ключевой ставки, он притормозит тот позитив, который в этом секторе может быть. Хорошо. Высоких ожиданий нет. Кто фаворит? Просто имя. Вы знаете, я бы здесь делал ставку, наверное, на компанию ПИК, исходя из того, что просто ее финансовое положение гораздо кричит. Спасибо. Валерий Безуглов, старший писательный брокер Альфа Инвестиции, участвовал в программе рынка. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова